Христос воскресе! Сегодня воскресенье, 15 мая, в эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей в студии Александр Черепенин. Коротко о главном. Многое меняется в мире, но есть вещи, незыблемые и незабвенные для поколений. Уже 77 лет таковой является Великая Победа нашего народа. Церковь не может поддерживать одну часть общества против другой. В центре пастырской заботы весь народ. В Москве прошла встреча патриарха с архиереями Казахстанского митрополитического округа. Парады, соборные молитвы, памятные мероприятия и шествия бессмертного полка. Архипастыри, пастыри и миряне отметили со всей страной День Победы. Храмы облагораживают округу, становятся не только ее духовным, но и культурным центром, становятся явлением современности и приходские детские площадки и даже парки. Теперь более подробно об этих и других событиях. День Победы – великий день в истории нашей страны. Праздник Победы нашей армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В канун Дня Победы в память о погибших патриарх Московский в Сеаруси Кирилл возложил венок к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у Кремлевской стены. О событии в сюжете Галины Ледвиной. В торжественной церемонии приняли участие архипастыри, благочины Московской епархии, столичное духовенство и игумени монастырей. Также в церемонии участвовал военный комендант города Москвы генерал-лейтенант Евгений Селезнев, офицеры и солдаты. После возложения венка была объявлена минута молчания. Военный оркестр исполнил гимн России. Предстоятель иерархии духовенства возгласили вечную память вождям и воинам, жизнь свою за веру и Отечество положившим, и пропели тропарь праздника Пасхи. Вечная память Вечная память Вечная память Предстоятель отметил, что День Победы в 1945 году пришелся на празднование Пасхи. Среди причин победы в Великой Отечественной войне главный патриарх назвал силу духа русского народа и способность принести жизнь свою за Отечество, за други своя. Невероятными усилиями Огромные концентрации воли и веры в победу Мужеством нашего народа И в первую очередь героизмом наших вооруженных сил Самый страшный враг, который покорил всю Европу, был не просто остановлен у стен Москвы, был отброшен. И победоносные войска наши вступили в столицу враждебного государства, из которой исходила агрессия, поработившая всю Европу и желавшая поработить Россию. Этого не случилось. И главная причина, почему этого не случилось, сила духа нашего народа, способностью принести жизнь свою за Отечество, за други своя, как говорит Слово Божие. Вот эта способность умирать за высшие идеалы, которыми являются вера, Отечество, народ. Вот эта способность и делает наш народ и страну непобедимой. Затем Святейший Владыка обратился со словом к иерархам, священнослужителям и монашествующим, присутствующим в Александровском саду. Я рад вас всех видеть в вашем лице, я приветствую и поздравляю все духовенство монашествующих нашего первопрестольного града. Пусть Господь хранит Отечество наше, Церковь нашу и каждого из нас. Хранит от всего того, что может разрушать целостность личности, общества и государства. С праздником Победы, с праздником Святой Пасхи! Христос воскресе! Паси Господи, дорогие мои! В праздник Святых Жен Мироносец Святейший Патриарх Московский Евсея Руси Кирилл совершил литургию в Патриаршем Соборе в честь воскресения Христова, главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации. На нашем телеканале шла прямая трансляция Патриаршего Богослужения, рассказывает Эльвира Гордеева. Праздник Святых Жен Мироносец в этом году выпал на канун 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этот день церковь чтила память тех самых женщин, которые из любви к Иисусу принимали Его с апостолами в своих домах, а позже последовали за Ним к месту распятия на Голгофу. Они были свидетельницами крестных страданий Христа. Это они затемно спешили ко гробу Господню, чтобы помазать умершего Спасителя миром. Они же первыми узнали, что Христос воскрес. Святейший Патриарх Московский и всеярусик Кирилл в сослужении архипастори и пастыри совершил в этот день праздничную литургию в Патриаршем соборе в честь воскресения Христова в главном храме Вооруженных сил России в Одинцовском районе Московской области. Воскресенский храм Священнослужители Москвы и области, прихожане храма. Возносились прошения о богохранимой стране нашей, о здравии и спасении доблестных вождей и воинов, охраняющих и защищающих Отечество. Молитвы напоминали и тех, кто в годы суровых испытаний, протерпевая страшные страдания и истязания, положили жизнь за веру и страну свою. Господь, Бог, учени души, иди же праведни, упокаяюся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. По окончании литургии, с цели и собора, святейший патриарх Кирилл обратился к пастве с первосвятительским словом. С особым чувством всегда совершаю божественную службу в этом храме, главном храме Вооруженных сил нашего Отечества. Замечательно, что у армии Отечества нашего, у флота, у всех родов войск появился вот этот храм, как главное место духовного собрания нашего воинства, где военнослужащие могут помолиться, могут обратиться к Богу с просьбой о сохранении их жизни, их здоровья, особенно тогда, когда в силу данной присяги и по долгу службы своей они серьезно рискуют и здоровьем, и жизнью. Его святейшество подчеркнул, что воины, присягнувшие на верность Родине и на разных рубежах, защищающих наше Отечество, как никто другой нуждаются в духовной поддержке. В любой момент, вне зависимости от величины звезды на погонах, военнослужащий будет обязан пожертвовать своей жизнью и здоровью. И никакая другая специальность не требует от человека такой жертвы. Только воинское служение. Вот почему церковь особенно молится и в мирное время, я уж не говорю о военном, о властях, которые несут основную ответственность за происходящее в стране и о воинстве, от которого зависит свобода, независимость и благополучие нашего Отечества. Предстоятель выразил благодарность воинству, которое сегодня в самых непростых внешнеполитических условиях несет свою службу, защищая Отечество. Подчеркивая важность, красоту и доблесть воинского подвига, призываю всех молиться о мире, о том, чтобы Господь отвратил всякие военные действия, чтобы Господь примирил народы, нации и государства, чтобы мир стал достоянием всего рода человеческого. В дар храму святейший владыка передал декоративное пасхальное яйцо, искусно оформленное художниками-иконописцами. Принимая дар, ключарь Патриаршего собора в честь воскресения Христова, главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, протеерей Александр Солдатенков, поблагодарил и приветствовал его святейшество словами пасхального благовестия. В эти праздничные дни в Москве в зале Высшего Церковного Совета Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя состоялась встреча святейшего патриарха Московского и Всеруси Кирилла с архиереями митрополитического округа Русской Церкви в Республике Казахстан. Напомним, архипастыри участвовали в патриаршем богослужении, в ходе которого была совершена хиротония архимандрита Клавдиана Полякова воепископа Талдыкурганского, викария Астанайской гепархии. В встрече приняли участие глава митрополитического округа в Республике Казахстан митрополит Астанайский и казахстанский Александр, а также главы Уральской, Павлодарской, Каргандинской, Усть-Каменогорской, Кокшетаусской, Петропавловской, Актюбинской гепархии, а также викарный епископ Икискелинский Геннадий и Талдыкурганский Клавдиан. Святейший патриарх Кирилл поблагодарил всех за труды, которые архипастыри несут на казахстанской земле. Я думаю, что очень важным являются наши общие усилия, направленные на то, чтобы сохранился мир, согласие в обществах, потому что враг рода человеческого часто не только действует на внешнем контуре, но и внутри, возбуждая человеческие аппетиты, одновременно недовольство тем, что есть. Но мы знаем, что и Казахстан прошел сравнительно недавно через определенные трудности, которые могли радикально поменять худшему жизнь страны. По милости Божией этого не произошло, и наша церковь занимала такую мирную, спокойную, миротворческую позицию, которую она и должна занимать. Церковь не является политической силой, и она не может поддерживать какую-то одну партию против другой партии, но у нас есть с вами такие очень важные, базисные принципы и ценности, которые лежат вне внутренней церковной жизни, которая имеет отношение к жизни общества, в котором мы живем. Но эти наши ценности, они являются ничем иным, как проекции христианских убеждений на ту ситуацию, в которой находится церковь. «Наша церковь всегда призывала людей к тому, чтобы они любили Отечество, в котором живут», отметил патриарх. «Но любить Отечество – это не значит участвовать на стороне более сильных или более слабых в политическом противостоянии». Поэтому вот такое первое вам благословение – с мудростью осуществлять свое служение архипастерское под руководством Владимира Митрополита. Очень надеюсь, что это служение будет успешным. Помните, что не надо в гражданском конфликте занимать ни одну из сторон, потому что церковь должна примерять людей. Я вам обо всем этом говорю, потому что всякое может произойти в жизни, чтобы вы помнили, что архипастерское служение связано в том числе и со способностью выдерживать удары. Как говорил Игнатий Богатносец в письме к Голикарпус-Минску, «Стой, как наковальня, по которой бьют». Он знал, о чем он писал. Начались первые гонения на христиан. Поэтому, дорогие братья, хотел бы вас призвать к такому служению Церкви Божией в Казахстане, которое бы содействовало миру, любви, успокоению казахского общества и, конечно, через которое прославлялось бы имя Господа Иисуса Христа. Отметили День Победы и почтили память погибших в годы Второй мировой войны и на Украине. В Академическом храме Киевской Духовной Академии в этот день звучала молитва, а затем состоялось возложение цветов к могиле неизвестного солдата в партии Славы. Следующий сюжет подготовлен по материалам YouTube-каналов, управляющего делами Украинской Православной Церкви и киевских духовных школ. Украина и ее столица ныне переживают непростые времена. Но здесь помнят и молятся о многих и многих тысячах своих сынов и дочерей, которые в годы Великой Отечественной войны стали в строй тех, кто противостоял мировой угрозе нацизма. В первый же день войны Советского Союза с фашистской Германией Киев подвергся вражеской бомбардировке. Были города и поселки, сама столица Украины и под оккупацией, и были освобождены, а немецкая армия понесла здесь великие потери. Сам Киев по-прежнему для миллионов людей по всему миру – город-герой. И память его защитников, всех соотечественников, почти лиза литургии и панихиды в академическом храме Киевской Духовной Академии и Семинарии. Твой, Господи, душу, славчик, род Твоим! Твой, Господи, душу, славчик, род Твоим! Слава, святый, святому Духу! В день победы над нацизмом во Второй мировой войне по благословению блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Ануфрия ректор, преподаватели и студенты Киевской Духовной Академии возложили цветы к могиле неизвестного солдата на территории парка Вечной Славы возле Киево-Печерской Лавры. Почтили погибших воинов, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Борисовский и Броварской Антоний, епископ Белогородский Сильвестр, епископ Сгуровский Амросин. По окончании церемонии, управляющий делами Украинской Православной Церкви, благословил горожан и ответил на вопросы журналистов. Значение великое для каждого украинца, для каждого, кто живет на Украине. Потому что каждая семья так или иначе утратила своих родных. Например, у меня погиб дед. Поэтому пока мы помним, у нас есть будущее. Это закон истории. Историю нужно помнить. Нужно помнить всех, кто защищал нашу Родину от фашизма. И в этом залог того, что в нашу землю также, милостью Божией, придет мир. Накануне Дня Великой Победы в Екатеринбурге прошли памятные мероприятия. У штаба Центрального военного округа состоялось торжественное возложение венков к памятнику полководца Великой Отечественной войны маршала Георгия Константиновича Жукова, который был командующим войсками Уральского военного округа на протяжении пяти послевоенных лет с 1948 по 1953 год. А на Широкореченском мемориале вознесли молитвы о тех, кто положил свою жизнь на алтарь победы в Великой Отечественной войне. В начале памятной церемонии на городском мемориале митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений в сослужении духовенства совершил литию по заотечественникам, павшим в годы Великой Отечественной войны. И несмотря на то, что это заупокойное богослужение, звучало оно пасхально и даже радостно. Ведь мы верим, что Господь вселит в Свои обители всех, кто готов отдать жизнь свою во имя ближних, во имя своей Родины. В этот день почти память погибших собралось духовенство, миряне и представители силовых структур. Участники церемонии пропели вечную память павшим, а затем правящий архиерей возложил венок к вечному огню и обратился к собравшимся с архипастерским словом. В нем Владыка отметил, что сегодня битва добра со злом, победу, в которой одержали наши деды и прадеды, продолжается. Победа – это не когда-то, а это сейчас. Подвиг – это не кто-то, а это каждый из нас. И это сегодня, и это сейчас. Поэтому так дорог этот день, так дорого это мгновение, возможность оценить по-новому подвиги тех, кто принес победу на своих штыках, своими ранами, своей кровью, завоевав нам, даровав нам мир. И видя, как сегодня, внуки и правнуки продолжают боевые родные подвиги своих дедов и отцов. Поэтому с особым чувством благодарности мы сегодня возносим слова вечная память и вечный покой героям, дедам и отцам. Вечная память и вечный покой тем, кто сегодня проливает кровь и отдаёт свои силы молодой жизни за нашу Родину. Затем под звуки военного оркестра штаба Центрального военного округа торжественным маршем прошла рота почётного караула штаба Центрального военного округа, военнослужащие воинских частей, курсанты Уральского института МЧС России и Уральского юридического института МВД России. Следом цветы к обелиску и вечному огню возложили все остальные присутствовавшие. Прихожане храмов Екатеринбургской епархии, сёстры милосердия, представители Успенского братства, студенты, семинаристы, гимназисты, школьники. Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Утром Владыка возложил цветы к бюсту маршала авиации Александра Покрышкина. Затем на площади Ленина вместе с новосибирцами наблюдал за прохождением военного парада. Также архипастер возложил цветы к вечному огню на Монументе Славы. Торжественные памятные мероприятия, посвященные 77-й годовщине со Дня Великой Победы, состоялись в Новосибирске. По уже сложившейся многолетней традиции, новосибирцы возложили цветы к бюсту трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина. Наш земляк, летчик АСС, поднимаясь в небо, наводил ужас на фашистов, лично сбив 59 вражеских самолетов. По главному проспекту города утром прошел парад военной техники. Также в нем приняли участие курсанты, будущие офицеры, военнослужащие, защитники Отечества. На главной трибуне парад принимали первые лица Новосибирска и области. На монументе Славы воинов-сибиряков в праздник Великой Победы всегда многолюдно. В этот день новосибирцы стараются прийти сюда целыми семьями, с маленькими детьми, чтобы у вечного огня рассказать о подвиге своего народа, подвиге, совершенном их дедами и прадедами. Дорогие друзья, братья и сестры, День Победы – это тот день, который поедину объединяет поколения победителей. День Победы – это великая радость со слезами на глазах, ибо помним мы ту цену, которую заплатили за свободу не только нашей страны, но и всего мира. Мы – народ победителей, и это звание ко многому нас обязывает, напоминая о том, что любовь и верность Родине – это наше наследство. Сегодня мы воздаем честь и хвалу всем тем, кто сражался на полях Великой Битвы. Мы сегодня вспоминаем и тех, кто отдал свою жизнь там, на фронте и здесь, в тылу, на Алтарь Победы. Вечная им память, и всех вас с этим Великим Днем, с Днем Победы! Здесь старшее поколение передает эстафету памяти молодым и дает наказ беречь и хранить такой хрупкий мир. Церковь молитвенно почтила память святого великомученика Георгия Победоносца. Великомучник считается покровителем воинства и глубоко чтим в нашем народе. Митрополит Тверской Кашинский Амвросий совершил праздничное всеночное бдение в Богородицком жительном монастыре. На следующий день владыку встречали обитатели острова Фомино, что неподалеку от монастыря. Там дождался часа своего освящения, новый храм в честь святого Георгия Победоносца. Ровно год назад, накануне Дня памяти Георгия Победоносца, на острове Фомино был заложен деревянный храм в честь этого святого и в память существовавшего ранее одноименного храма на острове Кличен, что на озере Селигер. Быстро пролетел год церковной стройки, многие заботы позади. И вот паломники собрались на торжество освящения Дома Божия. На острове начато создание социального центра духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания молодежи. Проект «Преображение» реализуется при поддержке правительства Тверской области, Осташковской администрации и Всероссийского военно-патриотического центра «Вымпел». Поэтому на богослужении немало молодежи. В ходе чина Великого освящения вокруг храма обошел крестный ход со святыми мощами, которые затем были вложены в основание престола. После освящения в храме была совершена божественная литургия. Отныне здесь будет совершаться воспитание молодых людей в вере и любви к Богу и земному Отечеству. Примером мужества, стойкости и земной, и духовной для них будут святой великомученик и победоносец Георгий и другие святые воины нашей Церкви. Христос воскресе! Во истинном воскресе! Христос воскресе! Во истинном воскресе! По окончании богослужения был совершен крестный ход вокруг храма. Глава митрополии поздравил всех с возрождением Церкви. Ровно через год после того, как здесь, на этом месте, при ненастье, штормовом ветре и сильном дожде был заложен храм святого великомученика Победоносца и Четворца Георгия. В течение года, чаще всего при таких же погодных условиях, он возводился. Сегодня, в этот немножко ветреный, но солнечный и очень красивый день, Богу содействующий, мы совершили великое освящение этой Церкви. Владыка отметил, что Церковь совершенно особым образом хранит память о людях, которые засвидетельствовали свою веру. Через века эта память проносится и не угасает. Такова и память святого великомученика Победоносца и Четворца Георгия, с которым нас разделяет не только множество веков, но и менталитет, и культура, и место происхождения. Казалось бы, совсем далекий и чужой человек, но для христианского сердца такой близкий и родной, потому что Христос делает людей родными намного больше, чем обычное человеческое родство. Митрополит Амбросий вручил особо потрудившимся награды за активное участие в строительстве храма. Радостным моментом праздника стала высадка молодых кедров на территории острова. Здесь уже обустроена зона для проведения патриотических занятий с детьми по изучению истории России и родного края, освоению походных навыков, отработке и оказании первой медицинской помощи в экстремальных условиях. Проведено устройство палаточного городка. Архиепископ Пятигорский и черкесский феофилакт совершил божественную литургию в древнем храме на скале Шуана в предгорьях Архыза. Это один из пяти соборов исторической Аландской епархии, сохранившихся на территории нынешней Карачаева Черкесии. Постройка датирована X веком. В те времена верховья Кубани были торговым, культурным и духовным центром региона. В конце XIX столетия Шаанинский храм стал скитом Александра Афонской Зеленчукской пустыни. Устояли стены древней святыни и в годы богоборчества. Сегодня под сводами этого древнего храма молятся люди разных национальностей, молятся люди в том числе и разных традиций. Множество обстоятельств происходили в жизни народов Кавказа. И несмотря ни на что, все выстояли, пережили. Живем у себя дома, вместе, друг с другом, на разных языках прославляя Господа, подарившего нам жизнь и наш общий дом, нашу большую родину, великую Россию и наш любимый благословенный Кавказ. День памяти Георгия Победоносца по осетински у Астерджи – особый праздник для потомков древних ован, жителей близлежащего села Кастахи-Тагурово. Даже в советские времена, несмотря на запрет властей, верующие посещали древний храм в Дни памяти святого. С воссозданием Пятигорской епархии здесь проводятся ежегодные архиерейские богослужения. Нам очень приятно, что мы сегодня этот светлый день отмечаем именно на территории Карачао-Черкесской республики, на территории одного из самых древних храмов, посвященных Святому Георгию. Это место свято для всех жителей республики, независимо от веры, независимо от национальности. Мы всегда рады встречать гостей в нашей республике. На праздник съехались паломники из разных регионов России. Наталья Политаева, психотерапевт из Москвы, приехала на богослужение в Шанинский храм в рамках тура по благословенному Кавказу. Первый раз на Кавказе и в паломничестве. И я восхищена, насколько красивая природа. Это даже не обсуждается, это понятно, это наши великие поэты еще воспевали. Но насколько красивые приходы, насколько добрые люди. Какая-то особая трепетность сегодня, когда в честь такого великого праздника, в честь Георгия Победоносца, мы находимся здесь, в этом древнем храме, и службу ведет сам владыка. Святой Георгий – покровитель воинов. Среди участников богослужения – военнослужащие части Воздушно-космических сил России, базирующиеся в горах Архиза. Сегодня очень важный день, очень великий день. День Георгия Победоносца. Это покровитель всех военнослужащих, вооруженных сил Российской Федерации. Я очень счастлив сегодня находиться здесь, в этом месте. День памяти Святого Георгия предваряет торжества, связанные с Великой Победой. Перед началом богослужения активисты молодежного отдела Южно-Карачаевского благочиния раздают всем паломникам георгиевские ленточки. Этот праздник очень важен для нас, так как мы должны хранить память о наших предках, тех героев, которые сражались, ради чего они сражались, должны помнить. Также мы должны хранить мир во всем мире. Меняются времена, меняются поколения, но уже тысячу лет не стихает молитва в древних стенах храма на скале Шаана. И как много лет назад верующие идут на вершину по крутой горной дороге, чтобы прикоснуться к святыне и помолиться о мире. Мария Осинина, Артем Соломенцев, Василий Ивакин. Студия «Благословенный Кавказ». Добрый парк. Замечательное место отдыха для взрослых и детей появилось и в поселке Волго-Каспийском. Построили его на пожертвования всем миром. Сбор средств объявил настоятель храма, святителя Николая Чудотворца, отец Константин Широков. Оценили красоту и размах парка наши коллеги из Астрахани. Это наш парк, мы его любим. Добрый парк с таким названием, общей площадью около гектара, появился при храме в поселке Волго-Каспийский. Здесь когда-то был поселковый сквер, но за долгие годы это место практически превратилось в пустырь. А скоро будет свести сад, утверждают жители Волго-Каспийского. И не просто говорят, а выходят с лопатами, ведрами и сажают деревья. Новые времена, новый и новый парк должен быть. Деревьев много, в настоящий момент у нас их уже более ста штук высажено. Самых разных пород. Есть хвойные, есть лиственные деревья, есть кустарники, розы там всякие, всех видов. Каждое утро после богослужения на стоятие храма святителя Николая Чудотворца Константин Широков приходит в парк и хозяйским взглядом оценивает, что еще необходимо сделать. К примеру, увеличить количество саженцев, создать зону, уличные шахматы и резиновое покрытие на спортивных площадках. Создать около храма место отдыха, которое каждому бы пришлось по душе, это его идея. По благословению митрополита Ник на Астраханского и Камзиатского мы обратились в администрацию о выделении нам земельного участка, парковой территории для того, чтобы ее облагородить. И вот на пожертвования наших прихожан, добрых людей, которые откликнулись на нашу идею, мы организовали вот эту прекрасную территорию для отдыха, для того, чтобы люди были ближе к храму, чтобы могли наслаждаться. Большая сцена детской спортивной площадки с тренажерами, скамейки, освещение, инсталляции. Все для людей. Это место теперь встречи всех знакомых и друзей. На Рождество у нас был замечательный праздник, когда все жители собрались, водили хороводы вокруг елки, которая была установлена в центре парка. И мы совместно все запускали салюты, фейерверки. Замечательный парк. Для нас это большое счастье и радость, потому что поселок большой, много деток с мамочками, с колясками. И ребятишки после школы не бегают по улицам, а идут в свой любимый парк. Мы тут всегда проводим время весело. Здесь можно погулять, покататься. Я с сестрой тоже младше прихожу, она играет, а я занимаюсь как бы своими делами, катаюсь на роликах, там, с друзьями тут провожу время. Как хорошо, что он появился. В скуке здесь нет места. Кроме того, не забывают и о духовном развитии. На территории парка постоянно транслируются детские и взрослые радиопередачи. Артруст – формула искусства. В Петербурге презентовали работу группы компаний, которые много лет объединяют специалистов для строительства и реставрации храмов и памятников культурного значения. О самых значительных проектах рассказали в рамках выставки студентам Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета. «Хотелось бы начать, конечно, с могилы Александра Сергеевича Пушкина. Год назад мы разработали проект реставрации могилы. Проект был действительно очень серьезный, потому что подобные работы не проводились в течение более чем 75 лет. После окончания Великой Отечественной войны обнаружено было, что могила была заминирована, и саперы, которые разминировали эту могилу, погибло, по-моему, не менее девяти человек». Денис Владимирович рассказывает студентам о буднях своих коллег и подчиненных. За последние годы при их участии были воссозданы или отреставрированы культурно и духовно значимые объекты на территории не только Ленинградской области, но и соседних регионов. «Вот на этой фотографии мы видим роспись, над которой мы сейчас трудимся, село Воханово Ленинградской области, Гатчинского района, храм Марии Магдалины. То есть это небольшая община, женский монастырь. До революции это был довольно крупный православный монастырь женский, и Иоанн Кронштадтский тоже посещал. Сохранилась переписка его с игуменей в монастыря. С этим монастырем связана также жизнь Марии Гатчинской, святой, которая почитается у нас в Санкт-Петербургской епархии. Вот сейчас вот команда «Артруст» работает над этой росписью, и надо сказать, что очень вдохновенно мы работаем, потому что и красивое место, и красивый храм». Вдохновенная работа – вот о чем мечтает каждый специалист. Строители, художники, реставраторы имеют возможность созидать для современников и будущих поколений, а иногда исправлять неточности предков. «Здесь представлен макет анастасиевской часовни из города Псков, которая стоит на реке Великой рядом с Ольгинским мостом. Мы сейчас разрабатываем проект переноса и реставрации этого здания. Эта часовня была разработана великим архитектором Чусевым и расписана по эскизам художника Рериха. Она была построена в 1911 году, то есть еще монархический строй был до революции. Это ее не первое место, не первый участок, где она стоит в данный момент. И, к сожалению, тот участок, на котором стоит она сейчас, он является очень опасным, потому что рядом протекает река. Часовня находится в зоне потопления. Плюс к этому, в связи с тем, что мост будут расширять, это тоже опасно может повлиять на памятник культурного наследия. Поэтому было принято решение перенести эту часовню, отнести на новое место, на уже, надеемся, постоянную и последнюю стоянку этой часовни, на 25 метров от ее сегодняшнего места, построить вот такой курган, на котором она будет уже стоять и радовать и псковичей, и гостей города. В заключении встречи студенты смогли задать интересующие их вопросы, а некоторые определились с местом прохождения летней производственной практики. День Победы в парке Святого Семейства в поселке Исток на окраине Екатеринбурга прошли торжества в честь 77-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Конкурс чтецов, выступления артистов и полевая кухня ждали всех гостей мероприятия. Подробности далее. Вас ждет солдатская каша, настоящая. Для вас работает детская площадка, батут, корт. Насыщенная программа с мастер-классами, шоу-мойных пузырей, играми и праздничным концертом была подготовлена для всех, кто в День Победы посетил Парк Святого Семейства. Сегодня мы поминаем войну, победу в этой войне. И пожелание ко всем нам, оно такое. Те, кто ушли, мы за них молимся, мы их вспоминаем, отдаем им честь, должное почтение. Те, кто живы остались, они были рады, я думаю, вернуться с фронта к своим семьям. И вот я сегодня желаю, чтобы помимо памятника событий этих дней, мы научились ценить наши семьи, те, кто с нами рядом. На концерте выступали как взрослые артисты, музыканты, поэты-песенки, так и детские творческие коллективы у поселка Исток. Лед зеленый, да плен пудрявый, да раз пудрявый, ты снова. В рамках праздника прошло два конкурса. Конкурс чтецов дополнил праздничную программу на сцене, а конкурс открыток помог проявить художественные таланты ребят. Ребята приносили свои работы, наши жюри в составе с художественными руководителями оценивали работы, выбрали лучшие и тоже все получили памятные хорошие подарки. В парке Святого Семейства регулярно проходят мероприятия, посвященные как религиозным, так и государственным торжествам. Мы рады, что сегодня пришло большое количество людей на наш праздник, и мы надеемся, что так будет дальше и всегда. Семейный центр развития праведного Иосифа Обручника – это сердце парка. Здесь и детям, и родителям предлагают секции и студии на любой вкус, от спортивных до творческих. Есть мастер-классы выходного дня, детские лагеря пилит-ханикул. Подробности можно узнать в группе Екатеринбургского парка Святого Семейства в социальной сети. Такой запомнилась уходящая неделя, и теперь коротко о том, какие важные даты церковного календаря ожидают нас на предстоящей неделе. Завтра, 16 мая, день памяти преподобного Феодосия Киевопечерского, 17 мая – мученицы Пелагеи Девы Тарсийской, 18 мая – приполовение Пятидесятницы, день памяти великомученицы Ирины, 19 мая – день памяти праведного Иова Многострадального и преподобного Иова Почаевского, 20 мая – в пятницу преподобного Нила Сорского и преподобных отцов русского на Афоне Свято-Пантелеймонного монастыря, 21 мая – в субботу апостола-евангелиста Иоанна Богослова, в воскресенье 22 мая – пятая неделя по Пасхе о Самарянке, перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Баре. На этом время нашей программы подошло к концу. Прибывайте с Богом. Всего вам доброго. Христос воскресе.